Бусидо Нет титульный бой на бухке Токадо против Гарри Олбрайта Никаких очков, схватка здесь будет до проведения болевого приема, не на жизнь, а на смерть Замечательный бой Олбрайта с Тамурой стал генеральной репетицией сегодняшней встречи Олбрайт горит желанием сравнять счет в поединках с Токадо Напомню, у Гарри лишь два поражения в 20 боях и оба раза он проиграл именно на бухку Токадо От Токадо у него одно поражение и, кстати говоря, именно от Гарри Олбрайта Гарри Олбрайт выходит, скажем прямо, в нетипичном для него трико Цвет желтый, обычно мы привыкли видеть Олбрайта, конечно же, в красном трико Но, очевидно, решил не искушать судьбу Гарри Олбрайт, поскольку в предыдущем бою против Токадо Олбрайт выступал именно в красном и проиграл Очень хочется посмотреть на настрой Токадо Олбрайт, как обычно, настроен по-боевому, готов разорвать всех и вся Токадо, скорее всего, будет выходить спокойным и с напряженным выражением лица Естественно, номер один в Японии будет желать увеличивать разрыв от Олбрайта С момента того единственного поражения от Гарри Токадо одержал целых 16 побед подряд И в прошлом бою он одержал верх над Наоки Сану Что ж, Токадо появился Естественно, публика просто-напросто сходит с ума И, я думаю, сейчас начнется настоящее действо Олбрайт начнет задирать Токадо еще до официального начала соревнования Вот Токадо почему-то выступил первым таким зачинщиком Этих разговоров предматчевых Я думаю, не надо объяснять, за кого сейчас болеет Будакан Неужели Лутес сейчас находится на ринге? Он приветствует бойцов Лутес – легенда мирового рестлинга Ринг и официальное объявление Давайте смотреть статистику Хотя, в принципе, уж чью-чью А статистику Олбрайта и Токадо мы очень хорошо знаем Гарри Олбрайт, Монтана 32 года, 350 фунтов живого мяса 20 боев, 2 поражения от Токадо 18 побед Смотрим Набухико Токадо, 33 года 230 фунтов, значительно он легче Олбрайта Провел 26 боев И только один бой он проиграл И проиграл именно Именно Гарри Олбрайту У Олбрайта, которого сейчас только показывали Режиссеры, есть одно слабое место Не очень хорошо он защищается От ударов ногами Вот это удивительное сейчас было событие То, что ударили ладонями Токадо и Олбрайта Такого раньше не замечалось Какое-то верх благородства сейчас проявили И тот, и другой Удивительное событие Не так-то просто сейчас будет Оторвать Токадо от каната Если Гарри Олбрайт Научился блокировать удары ногами Хотя, судя по тому, как сейчас Атакует Токадо, вряд ли Да и не надо, наверное, Олбрайту учиться Блокировать удары ногами Поскольку в арсенале у Олбрайта Достаточно приемов, чтобы Нанести поражение сопернику И определенный вред В том числе Так вот, если Олбрайт научился бы Давайте сделаем все-таки сослагательное накладение То цены бы ему не было вообще А так Токадо Много Неприятностей доставил Олбрайту в предыдущих боях Именно за счет вот этих вот Резких выпадов ногами Но гораздо лучше, кстати говоря Сейчас обороняется Олбрайт По крайней мере, именно Вот один из самых лоу-киков Не удается пока Олбрайту сблизиться с Токадой Будет поднимать Токаду Олбрайт Или Будет пытаться провести болевой прием Наверное, все-таки будет поднимать Попытается, по крайней мере Да-да-да, готовит сублекс Готовит прыжок через себя Бросок через себя И Токадо рванул канатом Но здесь, еще раз напомню Подсчет очков не ведется Не надо этого никому Поскольку Всем понятно Что в поединке двух этих монстров Не до подсчета баллов Бросил все-таки Олбрайт сейчас Токаду Но ни к чему это не привело Что естественно Очевидно, первая разведка боем уже прошла И сейчас уже борьба Проходит Больше в таком Изматывающем друг друга стиле С вот Такого рода Передышками Поскольку действительно Бой сегодня обещает быть долгим Пришло время Токаде Немножечко передохнуть И вот он Проходит за предплечьем По физиономии Олбрайта Это не очень приятно Но что Делать Раз уж Олбрайт Находится в таком Неприглядном Положении Для себя Разорвать такой захват Думается мне Даже Токаде Не под силу Ну вот Судье спрашивать У Олбрайта Готов ли он сдаваться В таком положении Думается просто-напросто Неэтично И некорректно По отношению К Олбрайту Прежде всего Да и по отношению К Токаде Тоже Поскольку Я думаю Что Токаде Настроился на Действительно Длительный Очень поединок И выигрывать Так быстро Не входит В его план Вот отдыхают Оба сейчас Бойца наших И Олбрайта И Токада Естественно Публика Хочет Действа Публика Хочет Более Активных Каких-то Передвижений По рингу И в первую очередь Естественно От своего земляка От набухи Котокады От Акады Как обычно Выжидает Мы уже привыкли Что он В начале Поединка Занимается Больше тем Что Пытается Выяснить Слабые стороны Своего соперника Хотя уж Слабые стороны Олбрайта Известны Такади Не понаслышке Лучше чем Кому будто не было Ох какой удар Сейчас наносит Олбрайт И сразу же Попытка болевого Да Так они сейчас Не позавидуешь Казалось бы Но он Выкручивается Из этого Положения И начинает Проводить болевой прием Ну что будет Сейчас наверное Рвать Все таки Этот замок Разорвал Разорвал Такада Руки Гарри Олбрайта Но Сразу же Все Обменялось Олбрайт Хорошо Ушел От этого Захвата И начинает Проводить болевой прием Для Атакады Но я думаю Что этот болевой Он не закончится Ничем Хотя Атакаде Больнова Так скажем Прямо Будет наверное Тянуться все таки Такада К канатам Да Точно Уже смотрит В сторону канатов А Олбрайт Не позволяет Такаде Этого сделать Посмотрите Сейчас Контролирует Ситуацию Гарри Такада Немножечко Блокировал Что ж происходит Смотрите Такада Ничего не может сделать Хотя Скорее всего Да Да Получилось Скорее всего У Такады Уйти От этого захвата Да Неприятные моменты Сейчас испытал Набухко Такада Олбрайт Пока контролирует Ситуацию Но мы это видели Неоднократно Когда Один из Бойцов Контролирует Ситуацию Затем Нарывается На контратаку И проигрывает В итоге Весь поединок Олбрайт Знаком С такого рода Поражениями Не понаслышке Такада Именно Таким образом Одерживал Верх Над Олбрай Там В их очных Поединках Именно Ловя Гарри На контратаках Но не будем Забывать Что в определенный Момент Набухко Катакада Пускал в ход Свои Совершенно Сумасшедшие Ноги И Просто таки Забивал Олбрайту Мышцы На ногах И дальше Довести Поединок До победы Делом Техники Для набухки Катакады Но тем Не менее Сейчас смотрите Такада Перешел В контратаку Захватывает Он ногу Олбрайта А Олбрайт Сейчас Пытается Защититься От этого Неприятного Захвата Ну что Будет переворачиваться Выбрать На спину Или нет Нет Наоборот Он пытается Провести Болевой прием На левую руку Набухко Катакады В принципе Довольно таки Успешно Поскольку Лучшее положение Скажем прямо У Олбрайта Для проведения Болевого Хотя к сожалению Не видно Что же там делает Такада С ногой Гарри Олбрайта Ага Вот Вот какой захват Демонстрирует Такада А Олбрайт По-прежнему Захватывает руку Такады Но пока Ничего Не Заканчивается В очередной раз Передышка По-моему Выкрутился Все-таки Гарри Олбрайт И сейчас Будет пытаться встать Но видите Такада Он только и ждет Малейшей ошибки Гарри Олбрайта Ну что Пришел момент Чтобы Такада Начал работать Ногами более активно Или нет Левая нога Перебинтована У Такады Возможно Там была Травма колена Бросок От Олбрайта Пожалуйста Неприятно Скажем честно Еще раз Попытается бросать Ага А вот Пошли в ход И ноги Такады Два Довольно-таки Чувствительных ударов Коленом Блокирует Видите Заблокировал ногу Такады Гарри Олбрайт И что же Сейчас будет Предпринимать Такада Ага Будет разрывать Замок Ну не так-то Просто это сделать Это естественно Ага Убирает Руку И судя Потому что Судья остановил Поединок Олбрайт Да Вот сейчас Было хорошо видно Правая нога Легла на канат И вот Такада Начал Потихонечку Атаковать Ногами Очевидно Посчитал На бухку Такады Что Необходимое Время Выдержано Упал Напульсник Красного цвета С руки Такады Но сейчас Об этом Естественно Никто не думает Вы знаете Вы знаете ходило очень много разговоров на тему, кто же может все-таки биться в UWFI, в Бущидо. Боксеры, борцы, каратисты, дзюдоисты или кикбоксеры, допустим. Хотя вот ответ на все эти разговоры один и, на мой взгляд, очень даже правильный, что в Бущидо атлеты владеют абсолютно всеми этими видами единоборств. И это, наверное, правильно, но за исключением, может быть, очень легких кикбоксеров, Макота Уэя, Бовича Вайкунга, которым просто не по силу, конечно, справляться с более тяжелыми соперниками. А вот сейчас, смотрите-ка, Гарри Олбрайт отпускает ногу Токады. Я думаю, неправильно делает Гарри. Таким образом, эти проиграть можно. Если он хочет выигрывать у Токады, нужно более активно действовать. И сейчас, смотрите, левая нога заблокирована. Вот, пожалуйста, под коленом мугаре Олбрайта. И Олбрайт проводит болевой на голову. Демонстрирует перекрестный захват сейчас. А Токаде удалось. Смотрите, удалось. Точно удалось. Берет на болевой. И, по-моему, там канаты спасают. Олбрайта, совершенно верно. Нет, Токаде удостоверился, что специально не дотрагивался Олбрайт до канатов. Не хочет Олбрайта тоже останавливать этот поединок. Считает ниже своего достоинства таким образом уходить от этого болевого. Ну, его дело, как говорится. Хозяин-барин. Хотя мы знаем, что это может стоить победы. Токаде рвет замок таки. И, наконец-то, Олбрайт прекращает на мгновение этот бой. И вот, если Токаде начинает так вот подпрыгивать, семенить, то он начинает атаковать. Начинает работать ногами. Вот, пожалуйста. Сколько раз уже такое было, что Токаде просто забивал своего соперника ногами. В том числе, кстати говоря, и Гарри Олбрайта тоже. А вот Олбрайт, посмотрите, вот это за ним раньше не замечалось. То, что он начал проповедовать тактику тоже ударов ногами. Шея Токады, по-моему, находится в захвате. Олбрайта. И чрезвычайно тяжело на бухку Токаде вырваться от Гарри. Ага, теперь уже Токадо в атаке. И не позволяет Олбрайт разорвать руки. Руки. Неужели Токадо одержит третью победу подряд? Насколько хорош этот поединок. Олбрайт просто не... Ой-ой-ой, что? Да! Олбрайт победил в этом бою, друзья мои. Стоило мне сказать, что Токадо будет одерживать победу, как Олбрайт провел великолепнейшую контратаку. Просто фантастическую. И одерживает великую победу для себя. Это, естественно, сравнивая счет личных поединков с Токадой. И самое главное, делает то, что у Токадо теперь тоже два поражения. Насколько сейчас добрым поймальчиком выглядит Гарри Олбрайт. Посмотрите на ринг. Но что делать? Сегодня был сильнее Олбрайт. И это, наверное, самое лучшее завершение сегодняшнего дня.